Трикеры выписывают пируэты в воздухе, а брейк-дансеры на паркете. Баскетбольные мячи попадают в сетки и над этим всем качает бит. На Кургане Бессмертие. 11-й молодежный фестиваль уличной культуры «Лайв-стрит». Клево, клево! Общение без слов! Особенностью нашего фестиваля являлось то, что основными спортивными и творческими площадками являлись площадки, которые организованы молодежью, которую принято называть неформальной. Вот именно такую молодежь мы подтягиваем. Такая молодежь показывает для всех своих ровесников, какой образ жизни имеет смысл выбирать. Образ жизни наполненный творчеством, энергией, свободой. В том числе и свободой от пагубных привычек. Традиционно одним из организаторов фестиваля выступает Управление наркоконтроля у МВД по Брянской области. В атмосфере стрит-культуры. Небольшое наставление от взрослых. Не пробовали, не пробуйте. Если кто-то отступился, знайте, что есть медицина, есть революционные центры, есть общественные организации, есть органы государственной власти, которые в стороне не останутся и всегда готовы прийти к вам на помощь. Улица не требует диплома и не смотрит в трудовую книжку. Закон прост. Есть что показать – покажи это. Но будь готов бороться и не жди поблажек, даже если тебе пять лет. Он предпочтел, и я в свое время занимался. Поэтому как бы и для развития хорошо, и как бы спорт, можно сказать. Сейчас это олимпийский вид спорта стал брейк-данс. По соседству с брейк-дансерами – трикеры. В их трюках элементы боевых искусств, классической акробатики, капоэры, брейк-данса. Это достаточно молодое направление уличной культуры, стремительно завоевывающее сердца молодежи. Гости фестиваля «Лайф-стрит» – команда «Скиллос», чемпионы мира по триккингу, участники шоу «Лига удивительных людей». Это они были на подтанцовке у представительницы Белоруссии на Евровидении в Тель-Авиве. Триккинг – это боевая акробатика. В Брянске она набирает обороты. К сожалению, фестивали сейчас не проводятся, вот только так. Но мы собираемся в будущем в Брянске провести всероссийские соревнования по боевой акробатике, то есть триккинг. И сегодня я пригласил в качестве судейства таких ребят, как Андрей Овчеников, Михаил Исаев. От боевой акробатики к командным играм. Стритбол или баскетбол 3х3 – не просто вид спорта. Это особая субкультура со своими правилами, сленгом и модой. Баскетбол 3х3 за последние три года сделал огромный шаг вперед, стал олимпийским видом спорта. После чего на всех уровнях, от Федерации баскетбола России до местных федераций, начинается бурное развитие. То есть складываются деньги, массовые соревнования, сборные России всех возрастов. И мы стараемся тоже участвовать в этом движении. Идея свободы и протеста против всего старого и ортодоксального стремления к нескучной жизни и самосовершенствованию. Фестиваль «Лайф-стрит» за десятилетия стал неотъемлемой частью жизни Брянска. События, которого ждут и к которому готовятся. Творческая площадка из года в год привлекающая неординарную молодежь. Екатерина Карманова, Иван Зюрев. События. Брянск.